Здравствуйте! Вы смотрите новости Кыргызстана. В нашем выпуске рассказ о самых заметных событиях в стране и прежде коротко о главном. 10 тысяч долларов за китаянку. В Бешкеке была похищена гражданка Китая. Злоумышленники требовали выкуп за девушку. Похитителей уже удалось поймать и подворить в СИЗО. Эксладиция сына бывшего президента между Англией и Кыргызстаном будет подписано соглашение о взаимной выдаче разыскиваемых лиц. Первый в списке Максим Бакеев. В Кыргызстане теперь есть свой Оскар. Именитые кинорежиссеры страны объединились для того, чтобы учредить национальную премию для лучших работ в кинематографе. Оперативным сотрудникам районного отдела внутренних дел удалось за короткий срок раскрыть преступление, связанное с похищением человека. Студентку одного из столичных вузов, гражданку Китая, похитили неизвестные. За освобождение требовали ни много ни мало 10 тысяч долларов США. В случае отказа выплаты заявили, что убьют девушку. Принятыми мерами сотрудниками уголовного розыска были задержаны трое подозреваемых в организации преступления и хозяин дома, в котором удерживали похищенную. Позже было установлено, что иностранную гражданку насильно удерживали во времянке одного из домов у города Токмак в 60 километрах от столицы. По данному факту, следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека». В случае, если суд докажет причастность к данному преступлению, задержанных лиц им грозит срок от 5 лет лишения свободы и выше. По данному факту, следственным отделом УВД Октябрьского района города Бишкек было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 123, часть 1. Эта статья предусматривает похищение человека. При проведении оперативно-розыскных мероприятий на следующий же день были задержаны подозреваемые в данном преступлении. Среди них организатор и владелец дома, в котором удерживалась потерпевшая. Возможно, Великобритания выдаст Кыргызстану Максима Бакиева, сына беглого президента для суда над ним. Генеральный прокурор Аида Солянова на задании парламента заявила, что в настоящее время Кыргызстан и Соединенное Королевство обсуждают вопрос подписания меморандума, благодаря которому станет возможной выдача разыскиваемых преступников. По словам Солянова, меморандум станет правовой базой для направления кыргызской стороной и рассмотрения английской стороной требования о выдаче. Два года назад Максим Бакиев получил временное убежище в Великобритании, а кыргызская сторона объявила его в розыск за многочисленные преступления, связанные с отмыванием доходов и коррупцией. Вопрос экстрадиции Бакиева Максима прорабатывается в настоящее время с МВД Великобритании. Согласно информации Министерства иностранных дел Республики, в связи с отсутствием двустороннего договора о выдаче между Кыргызской Республикой и Великобританией, английская сторона отметила осуществование возможности заключения меморандума о взаимопонимании. Заключение данного меморандума предусмотрено руководством по экстрадиции для стран, не имеющих договора с Великобританией. Пересмотреть уголовное дело по вновь открывшимся обстоятельствам. Адвокат осужденного на пожизненное заключение правозащитника Зимжана Аскарова Евгения Крапивина утверждает, что у нее есть новые свидетельские показания. Они, по ее словам, полностью подтверждают алиби ее клиенты. Напомним, правозащитник был осужден за организацию массовых беспорядков, возбуждение национальной вражды и убийство милиционера в Базар-Кургонском районе во время межэтнического конфликта на юге страны в июне 2010-го. Следствие утверждало, что тогда Зимжан Аскаров руководил разъяренной толпой, которая буквально растерзала милиционера Мактебека Сулайманова, пытавшегося усмирить бунтующих. Защита осужденного уверяет, что в это время их подзащитный находился дома, а не на месте беспорядков. И якобы тому есть подтверждение свидетелей. Теперь они намерены подать жалобу для возобновления производства этого уголовного дела. Правда, говорят, сделать это удается с трудом. В настоящее время у нас есть свидетели, около 200 человек, которые в настоящее время готовы подтвердить то, что на самом деле Зимжана Гамбаровича не было в то время на мосту в 8 утра в момент убийства милиционера Сулайманова. Сложности в том, что адвокат района, Базар-Кургонского района, нотариус района, отказалась заверять нотариально вот эти свидетельские показания. И в связи с этим нам приходилось вывозить свидетелей в город Жалобат. Отчаявшийся отец многодетной семьи обратился к властям через СМИ. Специально для этого приехавший из Каракульджинского района Орской области в Бишкек, Чермаш Молдояров сообщает, что воспитал десятерых детей, семеро из которых инвалиды. И несмотря на то, что многие его дети уже взрослые, семье приходится туго. Пенсии по инвалидности им не хватает. 63-летний отец семейства, собравший последние деньги на поездку в столицу, обратился к президенту, премьеру и спикеру парламента с просьбой помочь ему материально. Говорит, слышал, что многодетным семьям от государства полагается недвижимость. Однако, сколько он не пытался получить квартиру или дом, Молдояров услышан властями не был. Кстати, он сам и его супруга всю жизнь проработали учителями. Теперь они на пенсии. У меня 10 детей, из которых 7 инвалиды. Есть глухонемые и с другими болезнями. Самому младшему 22 года. Я проработал в школе учителем начальных классов, а сейчас пенсионер. В течение многих лет обращался к различным людям и организациям. Потеряв надежду, я хочу, чтобы на мою проблему обратили внимание наши чиновники. Снова приходится обороняться священнослужителям Кыргызстана. Теперь их обвиняют в сосредоточении внутри Духовного управления мусульман страны ваххабизма. На днях такое заявление сделал религиовед Асан Саипов. О чем он основывался, неизвестно. Теперь это, скорее всего, выяснится после суда. Иск на него руководство управления мусульман уже подало. Решение об этом было принято на собрании Совета улемов. Это орган, который собирается по 2-3 раза в год, чтобы решить дальнейший ход событий для мусульманского мира Кыргызстана. Кстати, на Совете также исключили шестерых членов состава улемов. Трое уволены из-за ухода из структуры муфтията. Еще двое являлись работниками госучреждения, что запрещено членам состава улемов. Так как религия в Кыргызстане отделена от государственного строя, шестой священнослужитель ушел по собственному желанию. Впрочем, всем им уже найдено замены. На Совете также было решено провести очередной курултай уже в декабре этого года. Хотя по правилам он должен был состояться только в 2014 году. Так как проводится раз в пять лет. Отмечается, что это связано с просьбами священнослужителей и общественности. Что касается нареканий в адрес муфтията, касательно организации хаджа для граждан республики, священнослужители комментируют это так. Люди выступают, говорят, что мусульмане недоволены, весь народ в Кыргызстане чуть ли не доволен реформой муфтия. На самом деле это опять шесть человек, которые в прошлом году не прошли конкурс на Аджибашче и не могут, как и прежде, зарабатывать на этом, на хадже. Те люди обратно хотят остановить и возвратить прежнюю систему, где 11 миллионов долларов, которые ежегодно проходят через хадж, они были в тени. У Кыргызстана будет свой Оскар за достижения в области кино. Известные деятели кыргызского кинематографа объявили, что учреждается национальная премия Акальберс или Снежный Барс. Этот приз, как и в Америке, будет вылет в форме статуэтки и присуждаться она будет по нескольким номинациям. Лучший игровой фильм, лучшая режиссерская работа, лучшая музыка к фильму, мужская роль, женская и так далее. Одним словом, все как в американском Оскаре, российской Нике или Каннской пальмовой ветве. Кстати, в отличие от этих престижных премий, кыргызский Снежный Барс будет вручаться исключительно кинодеятелям Кыргызстана, так как говорят, это будет национальная премия, а не международная. И уже известно, когда будет первая церемония вручения барсов лучшим из лучших. Предположительно, событие должно состояться в октябре этого года. Кстати, все финансовые расходы на себя взяли 8 известных режиссеров, такие как Садык Шарниас, Марат Сурулу, Эрнст Абджапаров, Октан Армкубат. В том числе расходы и на изготовление первой партии призовых статуэток. В следующий раз они надеются уже на спонсоров, зато, говорят, будет свой Оскар, Оскар в борьбе за которого деятели кино будут развивать этот вид искусства. Это даст молодым киноматографистам, вообще киноматографистам в целом Кыргызстана, такой огромный толчок в развитии. Его лично, например, даже скажем, в творческом плане, а в государственном масштабе, конечно, это, я думаю, приведет к какому-то огромному скачку. На этом все, мы следим за поступающей информацией, будьте в курсе и до свидания.